Эй-хей-хей, мальчики и девочки, всем привет от Кэт из городка Вискосвилл. Хочу сегодня с вами поделиться своим днём, мой рабочий день, как он проходит. Сегодня у нас суббота, представляете, в Америке это большие выходные. Суббота, воскресенье и понедельник, Memorial Day. Это такой праздник, когда вспоминаются все участники различных войн. Люди, кто ещё жив, одевают формы, у них проходят встречи, и поэтому в понедельник никто не работает. Долгие выходные, обычно люди собираются с семьями, едут куда-то на дачу, отдыхать, на природу. А я иду на работу сегодня и завтра, представляете, мне праздников не надо, работу давай. Никто не хотел работать в выходные, а у одной такая причина, другой другая. И начальница просто слёзно умоляла, пожалуйста, пожалуйста, ну кто сможет выйти в выходные и поработать? Ну, конечно же, Кэт всегда как волонтёр, всегда за. Ну, ничего страшного, вы знаете, иду с весёлым настроем. Сегодня я в кудрявом настроении, между прочим, посмотрите, пожалуйста. Девчонки, я к мальчишкам не обращаюсь. Скажите мне, пожалуйста, вот хочу посмотреть и послушать, сколько мнений. Кому нравятся кудрявые волосы, когда я ношу, кому нравятся прямые волосы, когда я ношу, и кому нравится кучка, когда я собираю волосы, там, в хвостик или в пучочек, потому что это основные, как бы, мои стили распущенные прямые и кучка. Но вот редко я бываю в таком кудрявом настроении, как сегодня. Но вот, не знаю, со стороны виднее и лучше виднее. Так что, пожалуйста, жду ваших комментариев. Напишите мне, пожалуйста. Погреться и заодно поболтать с вами. Сегодня хочу ответить на один интересный вопрос, который меня спросили. Вы знаете, я даже никогда об этом и не задумывалась. Один молодой человек спросил меня про американских девушек-женщин, если они выходят замуж за неамериканцев, и что можно от них ожидать, и что они ищут. То бишь, американские женщины. Я уже делала видео в прошлом на почти похожую тематику у американских женщин, и моё мнение не изменилось. И всё, знаете, если конкретно этот молодой человек, который у меня спросил этот вопрос, хочет найти себе американскую невесту, что могу ему сказать? Good luck! Удачи тебе! Привет тебе! И самые на лучшие пожелания! Сделаю небольшое отступление пока. Хочу передать привет одному из своих зрителей. Этот зритель не русскоговорящий. Он американец, но постоянно смотрит мои видео. И мне так просто обидно за него, что он постоянно смотрит на меня. Я там что-то квакаю, болтаю на русском. Он ничего не понимает, но тем не менее он продолжает смотреть, интересуется русским языком. И какие-то, знаете, какие-то у него соображения из тематики, о чём я говорю, как-то он догадывается и вроде пытается русский язык учить. Поэтому пару слов скажу ему на английском. Я хочу сказать hello to my friend Брэндон М. Hey, Брэндон! А теперь от небольшого отступления продолжу нашу тематику. Что могу сказать? У меня было здесь достаточно много семейных пар, где чаще всего американец мужчина и иностранка женщина. И я сейчас не говорю о русскоговорящих женщинах. Я говорю о других странах. Здесь в Америке чаще всего всё-таки американец-мужчина женится на женщины из другой страны. Очень популярны здесь женщины из Филиппин, из Китая, из Бразилии. Бразильянки, по-моему, очень-очень сексуальные и красивые. И вы знаете, мне кажется, вот в этих всех странах женщины отличаются менталитетом. Они более, мне кажется, весёлые, открытые, более расположены на семью, домашние. Это моё личное мнение. Но туда же, конечно, и русскоговорящие женщины из России, из Украины, очень популярны среди американских мужчин. Среди американских женщин я не встречала очень много, вы знаете, которые выходили бы замуж не за американцев. У меня даже на моей практике таких знакомых нет. Но, разговаривая с американскими мужчинами, я интересовалась, вы знаете, почему, например, они женятся на женщинах из других стран. И у меня были вот такие знакомые, где мужчина уже второй раз, например, был женат. Первая у него была американка-жена, а вторая уже была женщина из Европы или из каких-то других экзотических стран, например, из Филиппин. Я спрашивала у людей, которые были в разводе раньше, что и почему, вы знаете, в общих чертах. Конечно, я не допытывалась там, знаете, до каких-то мельчайших семейных подробностей, которые не принадлежат всеобщей огласке. И что я вам могу сказать? Мужчины эти говорили об американских женщинах, конечно, эмансипация, матриархат. Женщины в Америке хотят править. И этим все сказано. Если вы человек-мужчина, спокойный, тихий, и вам нужна властная женщина, то, пожалуйста, приезжайте в Америку и ищите себе американскую жену. Но у американок очень большие запросы, очень большие запросы, вы знаете. Им, конечно, нужно, чтобы мужчина был состоятельный, состоявшийся, успешный. И плюс, чтобы он и дома полы мыл, и белье стирал, и т.д. и т.п. Да-да-да, потому что здесь в семье абсолютное равноправие. 50 на 50. Никто не сказал, что женщина должна... Привет, Наполесечка. Скажи всем привет. Привет. Скажи, вот, привет. Ты меня уже сбил. Что женщина должна, например, там стоять возле плиты и готовить, кушать, а мужчина только работает. Нет, такого здесь в Америке нет. Американский мужчина напашется на работе, еще придет домой и будет кормить детей, а потом еще и постирает разочка-два или три перед сном. Поэтому все европейские женщины, например, мне кажется, вы знаете, они не такие властные. Американские женщины, очень многие настроены на карьеру, карьеристки. Поэтому многие даже из них после карьеры и забывают о семье, хотя она у них есть. Есть такие семьи, которые, например, вообще не готовят кушать дома. Они постоянно перебиваются или какой-то замороженной едой, которую можно поставить на пару минут в микроволновку, и она будет готова. Или есть такие, которые постоянно покупают себе что-то, или фестфуд, или в каких-то ресторанах. Правда, Плёс? Поэтому, наверное, вот и все, что я могу сказать. Вы знаете, что еще можно сказать про американских женщин? Единственное скажу, что пару мужчин из нашей компании, которые раньше были женаты на американках, а теперь у них женщины из Европы, они очень счастливы с ними. Они мне делали такие комментарии, что если бы они вот сейчас не встретили своих нынешних европейских женщин, они бы никогда в жизни второй раз не женились на американке. Вот, пожалуйста, делайте выводы, понимайте это как хотите. Не знаю, я сама смотря и думаю, если бы я была мужчиной, конечно, вы знаете, американские женщины, это не подарок, это мое, опять-таки, персональное мнение. Вы знаете, сколько у меня знакомых здесь американцев, американские семьи, она американка, он американец. Вы знаете, ну никогда нигде у меня не было, чтобы, например, мужчина был главой семьи. Никогда. Женщина рулит здесь всем, американка рулит всем. Поэтому я надеюсь, что я вам ответила на вопрос. Приезжайте в Америку, если вам нравятся американские женщины. Пожалуйста, если вас еще что-то интересует, я с удовольствием, с удовольствием вам отвечу. Пока. И в заключение цветочки. Ну прям не могла удержаться, показать, смотреть, это мои пиончики. Пиончики мои, вскормленные, взросченные, любовью и беспредельной заботой. Я купила в магазине пару лет назад крышочки. Они продаются крышочками. И вот такой крышочек посадила два в землю. И вы знаете, у меня заняло, наверное, года два или три, чтобы они вот такие выросли в большой кустарнике, чтобы они зацвели. Потому что им надо было набрать силу. И я их обожаю. Пионы это самые мои любимые цветы. Но они такие, вы знаете, порода у них не махровая. Бывают такие, ух, жирненькие, пушистенькие. Эти не особо жирненькие, тощенькие, как и я. Но ничего, зато вот такие вот красивые. Такая вот красота у меня возле дома. Смотрите, я вас покажу. Продолжение следует OPIN P television. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры 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 С quélam. Мы дожрадим. Субтитры 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 С0и1. Субтитры и подпис over на AliА durch. Кел